Советская Россия, Украина и Польша. Значная частка этничной белорусской территории отошла до Польши. Больше 100 тысяч квадратных километров с насельницом свыше 4,5 миллионов человек. Усходная частка Белоруссии належала РСФСР. Уластная Белорусская Республика на той момент основала у межих шести поведов Минской губернии. С насельницом полтора миллиона человек. Першопочатковые мирные перемолы Советской России с Польшей проводились в Минске. Алият же тогда обыстись и без белорусов. И начали выяснить из этой ситуации. Выршли подписать тамову у Рызи. Нарком замерзный справочный Чичерин говорил, что когда тут явятся белорусы, то перевернуть уси нашей комбинации. Москва была заинтересована в том, чтобы заключить мир любой ценой. Ситуация была сложная. Позиция Польши была однозначна. Она как победитель уже в той ситуации. То есть они могли диктовать условия Москве. Но она была не заинтересована. Естественно, что Беларусь принимала участие в переговорах. У нее были свои планы в отношении территории Республики. Поэтому ей не нужен будущий партнер на переговорах. Восипа зялили нас без нас. Я, как сначала, в этом белорусский новогодний и национальный театр Аркадий Смолич, такие политичные поделы Беларуси не обопираются ни на какие географичные основы. Межи проведены по живому телу Беларуси. Зразумела реакция Якуба Колоса, який увершит белорусскому народу, напиша «Нас подзялили, кто? Чужаницы, темные дорог махляры, шортовых межи, к дьявлу хранецы, наши тут гони, бары». Межа поделила Беларусь на заходнюю, якую поляки называли крысами всходними, и БССР. На некоторый час шляхи белорусов разошлись. Житье у заходной Беларуси покатилось у иншин на герунку. «Тие годы, припустишь, деревня наша не така мала, 23 тысячи населения было. Больше 37 магазинов было. Магазины циркасные были. Землю давали в аренду на третях, на четвертый час. Так и там еще накосы, и леса все. По двадцать штук скота, по двадцать штук держали овцу много. Надо было одеваться кожух, штаны, шерсти, шапка, рубашка. Сдавали мясо, получали деньги. Надо было оплатить, если на косты, то надо было оплатывать. У деда было только гектар земли. Но он занимался, он был кавалем, у него была кузня, у него это самое. Он был варстат, аллею робил, и он мил штатки, волну часами у него. Ну и он и часы ремонтовал бы и так, а потом кавалем приучился при деду. И так вот и жили. И я с малых годов рабила. Васька мой, Викенций Иванович, народился при Польщи в 1924 году. Коли пройшел час, пришел в школу Павшехно, так назывался Семиотка. Вершик малого поляка, назавсюди урезался в память. Кто ты естесь, Поляк Малый, який знак твой ожог белый. Училище мы только на польской мове. У дома и у вёстри разговляли по-беларусски. Термин «Заходняя Беларусь» по уставу, дякуючи в створенню в 1923 году в Вильне компарты «Заходняя Беларусь». Як раз КПЗБ разом с беларуской селянской работницкой громадой змагалися за интересы народов «Заходней Беларуси». Открытая политика польских уладов на поскоренную ассимиляцию беларусов и политичная бесправность насельництва заходней беларусских землю выкликались пехийные и организованные протесты. Заразь Союзно-Польские доследчики не отмывляют того, что польская держава относно до русского насельництва ожитивляла политику полемизации. Я проведу только два красновных факта. Минист замежных справок Юзеф Бек в 1934 году на одном из поседжений Лиги наций сказал, что пункт «Семы рысской домовы, який гарантовал правы национальных меньшостей на национальное развитие польской державы, не только беларусов, а украинцев, евреев, русских представников инших национальностей, для польской державы немая никакого значения и не скасовали. К 1939 году ни одной беларусской школы не засталось в польской державе». «Я народился в городе Косово, годы пасля мяцвистской педучельни праяхали наставничать маи батьки. Место адметное, чаго варта только имя народжанага у недалеким фальвар Марачовщина та девуша Костюшки. Вольнолюбивый город вызначился и тем, что оттуда, лютым 1927 года, отбылась шматысячная мирная демонстрация рабочих и селян с упроти закрытия беларусской и селянской работницкой громады. Найшло до судебнения с полицией охвяр и пораненных. Але ж мы ведаем, кольки было припросованных у Советской Беларуси. За то же самое за ним гнение зваться беларусами были изнищены многие культурные деяши, науковцы и простые люди. В Советской Союзе, ну, зразумела, Беларусь будовала социализм. И вот этот знакомитый сталинский тезис про обвыстрение классовой боротьбы по мере по будову социализма юнтера носился и на громадство. И сюда попали, это было идеологичное обгонтование, что вот эта частка, например, селянства, те интеллигенции, они сопротивляются социалистичному давниству. И тому и повинны быть репрессованы. Одно из особливостей из этих репрессий, что она отбывалась и по национальной предмете. На новоповсталые межи работы ее оховником хапала. Селяне с советского боку ловили порушальников и сдавали уладом. Граница перетворалась у межу помеж двумя системами. И каждая система импнулася перерабить беларусов на свой лад. Вот им ликуют и с родками кинохроники, как вот в этом селянине, который затримал 60 порушальников-перебежчиков. Но интересность с каждого боку было не спинять. Мы жили за нем, а за нем сразу уже были большевики, как называли тогда. Наши люди, бывало, пытаются, ну как, вам же ж можно, вы, видимо, свои, там и все. А так там ходил весь час патруль и не допускал даже до него. Часом купаются и таит ее, так берег той и берег этой. Так они отгонят. Везка ихняя, так, как, может, 20-15, бы невеликая такая. Так раз папа приходит и говорит, глянь ты, не стало везки. Так они ее смесли, а куда они смесли еще? На самой Мержи, с одного и другого боку, процессы отбываются подобные. Мой дед, Костус, служил лесником у Радзевилла. Жили в лесе, от хутора до Мержи с советами было совсем близко. Польская выведка, польская выведка долгий час всхеляла деда до сопоцоверства, как доносил, а в тым, что отбывается на Мержи. Дед так и не погодился. У отказ на гэта его без усиляких тлумачэнням вывезли назад у везку. Службы он стратил. Правда, теперь видовочно, что белорусский нон-конформизм вырытого человека. Буая клесняка, уже за советами, его могли б выслать у Сибирь. Мясточки, каля Мержи, худкой протворилися у центры контрабанды. Легендарный в этом сенсе город Раков. Потоки грошей, якие проходили празд 7-тысячных городов, давали мальчимысть тримать тут больше за сотню рестараций. Сроды их наведренников можно было легко знайсти проводников по размеру. Тут и она местами супадала с речкой Ислыш, а лихая эта невеличкая речка не упустовала проблемой для контрабандистов. Ти, як их называли по-белорусску, перамытников. Мы ведаем, что в той час тяжко было в Минску и вовлю в советской Беларуси и с продуктами харчевания, и с мануфактурой. И тому все это и шло я кажусь за милую душу на усход. От той же перевозили разные каштовные и металлы, каштовности в вогуле. Переносили сахарин, потому что у Польши цукор был вельми дороги. Отсюда, например, шпирт выносили в Минск, в советскую Беларусь. Ну, одним словом, многие товары ценились в той час и с одного боку, и с другого, и там у контрабандисты добро зарабляли. С пирамытниками и контрабандой велась бородьба. По мере умоцывания границы эта зия возникла. Уже в 30-е годы Межа была добра обсталевана. Сдавалось, что и она застанется непорушной. Але настал 1939 год. Его механизм почав аж цевлянца после подписания сокрытных протоколов до пакта Молотова-Рыбентропа 23-го жнивня, по возле яких Советский Союз и Германия подзялили сферу уплыва. Заходные Беларуси и Украина под тезой седнания беларусского и украинского народов повинны были отпасть под Советскую державу. 1-го вересня уже упросты день после подписания пакта нападом Германии на Польшу началась другая Всесвятная война. У нашей очень историографии твердо замоцовалось, что для Беларуси другая Всесвятная война началась 1-го вересня 1939 года. А не так, как ранее было, что мы вели отлич только с Великой Черезнанией. Территория Беларуси опунулася в зоне боевых дельней. И больше 40 тысяч беларусов по национальности удельничали в борьбе с фашистской Германией в складе войска польского. Красному, например, наш ведомый пазай Ян Кабриль. Так, почему он был на Вестерпляр, когда весь Швейзвик Гольштейн начал обстреливать Вестерплята, юнок, морский пехотинец, удельничал отражением этой атаки. Беларуси в польским войску можно смагалися на всех рубежах по тем лигу и в Брестской крепости, на якую рухался 19-й танковый корпус Водельяна. Немецкая армия окуповала на латчаску заходня Беларуси. 14-го вересня немцы были уже в Бресте. И только 17-го вересня 1939-го года заходню межу пересекла червоная армия. Поляки организовали обоз такие у звездки вести Барановича муку. Ну и мы везли эту муку и почули як уже орудия стреляют и мужики которые уже царскую войну были и ложились на землю и в ухом слуха лети далеко взрывы. И это уже цакали что прибыть уже советы. Ну и далее не поехали и назад мы завернули свой маленький обозик и вот догнали уже нас по дороге для самого танки шли кирши и там уже в той везсе люди вынесли стул на дорогу обрус был белый ну и хлеб соли на терелок это с устроказ войска советские и вышел это самый их офицер старший вот достала этого приткнулся все и людей поздравил и попросил дорогу кричали ура ломай саму границу тогда пришли первые советы и школу кто кончил 7 классов посадили нас у 5 класс все предметы опроша русской мовы учили на белорусской мове с приходом совета у большинств шахаров захода белоруссии сподевались на разноволение и левшую долю якоешь было насам рынке у советской белоруссии никто толком не ведал желание и дохода пища а и и и и и мужчины собирались Бо мужчины все на заработках были, они ездили, кто плиты гонял, кто ездил по работах, шукал деу. Так они бывало говорить, вот как уже наши пришли, наши так и называли, то может мы по-другому зажили. Мы б уже не ходили от семьи, там, заработок, шукать. Бо земли у нас было очень мало. Кинохроника дозволяй отчуть атмосферу этого похода, инсценировать такие эпизоды было просто немогчимо. У Бресте частки генерала Кривошейна были 22 вересня. На развитании с немцами был проведенный суместный парад. Звучайно, его примае один человек. А тут врачистые шесть войск примали разом червонный генерал Кривошейн и немецкий генерал Гудельян. Глядячи на гэтэй кадры, не уявить, что меньше, чем праздва годы, тахачасные союзники станут ворогами. Багатье заходне беларуский крам ураживало бойцов червонной армии. Такого хандлевого ассортимента в Беларуси и советской не было. Кали поравноват, скажем, потенциально махчимостей для добробыта, то польская держава предоставляла больше махчимостей, но классичному сиротнику. А не требовало уличвать, что больше 70% это было беднейшее селянство. И оно не могло дозволить себе, себе, забеспечить усилий необходимый. Кали поравноват, скажем, на бытовом таком узоре у них крам, то безумно, это не поравноват. И в 1939 году это показало, коли червонамицы заходили в крамы польские и бачили и цукерки, и хлеб белый, и товары повседенного спроса, яких не было тут в беларуских крамах. Цекаво своднести с часом в жизни народных песняров Беларуси и Губа Голоса и Янки Купалы. В 1939 году в Вайшову их лес ранее фактичного своего съемления. Кали першим сакратором ЦК КПБ призначили Пантелеймона Пономаренко, то не писав лист Сталину, по якому песняров неоткладно требовало, коли не расстралять, то выслать в Сибирь. Але замест гэтага Сталин узнагородзе у них орденами Ленина, бо у правыдара у сих народа уже был план вертання заходней Беларуси. Тому ему не потрэбны были некие гучные справы. На дворот, треба было покрэслить, что у советской Беларуси все просто цудовно, а народные песняры в Великой Пашане. Якуб Колас Янка Купала, то проведали, в якой системе живуць. Але уз'яднання беларускага народа, як патриоты віталі шчыры. Колас на запрашэнне наведать вёску писав своим аднагасковцам. Давно у меня тягнэ свой родный куток, дзе я гадаваўся, учыўся, дзе праўёв свои маладыі леты. Куток, якога я не бачу ўшо, с 1915 года. У Вільню советскія войскі увачлі 19 верасня. Горад для заходней Беларуси был галовным городом краю, яго культурным і навуковым центром. Але беларускай Вільня пабыла ўсяхо някалькі тыднів. У Сталіна ўжо был план перадарши Вільни і Литве, кавуларши длитомців перегудувши окупація Йокраїны. Сённішній польскі Беласток. Дасвічаны беларусветы, што з гэтым городам звязана адна з важнейшых падзей ў беларускіх історый. Якраз тут, 28-30 кастрічніка 1939 года, ў будынку городского театра адбывся народны сход заходній Беларусі, які прыняв декларацію пра абвяшчэння савецкій влады і аб'яднання заходній Беларусі з БССР. У деклараціі означалося, працовній заходній Беларусі рашучо потрапують... У мене, заходнію Беларусь, уськла совєцькій саполітичній розсудність. І принаставусь їй мачивості зліться правській білорусській совєцькій республіка. Як Беларусь, я так само підписався під цим документом, не глядівши на калічності геополітичній і милітарній ситуації, і празмерних пафосних котрих слов. А як інакше? Территорія і насельництво моєї країни об'єктивно і справедливо повілячилися у два рази. Але у реальності все було непросто. Наші зродіші служили у війську польським як на своїй землі, так і на території власно-польщі. А вошній трапляли у полон до немців, і питання їх вертання на розіму откладывалось. А у заходній Білорусі просто їх жауниру відпускали до дому. А полонних офіцерів війська польського чекав не за іздрозлий ліс. І вони опануліся у лагерах НКВД. Візвольнім походам зараз в умовах суверенно-незалежній Білорусі нілька назвати гэта бриї, боєві, ваєнній тєні, чарованній армі на територій заходній Білорусі. Паразніх падріках 10 до 1700 чалек загинув. Було сопротивління. Гродно обороняли польські війські два дні. І в інших місцях, і Баранович, і Ліда, і Стурці, тут практично не було ніякого сопротивління. І це даречо одягало вільній істотну роль, що потім проіграли Савєцко-фінську війну. Велікій проблемою стало створення Калгасову. У Савєцкій Білорусі калектарізація давалася цяшкій кривій. Дзі уговорами, дзі примусім, дзі хвалтам. Але яна ўжу адбылась. А для заходня белорусського сілянства, пазля вуз'єднання, гэта стала ударом. Бо при Польщі право власності заховалася, як аты було адмовіцца ад власній господаркі. Путін не зайшла савєцка власть. Дзі забирали, забирали і від нас забирали. Взагалі двадцять соток, більше не давали. Ну і так от і жили. І потім за царі тіше було тежковато жити. Я пам'ню, ми з му жом один год пішли, походили у колхоз, день у день, ціли год. Пришлося, в кінці года, паучили дев'яносто кералам збожа. Всьо, всі заробітки були. А в четверо дітей ж ж було. Надо ж було і в школу виправіць, і в хаті пакарміць. Па дарозі до батьків у Даманова часу достаткова, каб пригадаць їх у спаміны а в тих часах. Калі батьків пачатку п'ятидесятых гадов мінолого стагодзя вучився завочна ва університетці, яго виклікав ректор і пытався. Ці всупілі яго батьків калхаз. Наставнік студент адказував. Калі усі пойдуць, то пойдуць і яны. Сьогодні, калі моя сям'я з'являецца спадчынікам дзедовы хаты, пабудаванная якраз за польським часам, я разумею пачутці лютій. Вільми цяшка адмавляцца ад свого ламаць усталёваны лад житця, права власності апавядае сутнасті чалавека. З гэта гэ пакстає пачутцё чалавічай і націянальній годністі, без якога немагчыма стварэння та існавання сваєй країны. І наше, і пусть вас горить у огні, і зникне, забудеться часом. Музика Музика Складанная пытання таго перейду белорусській історії – репрессію в заходній Беларусі пасля 39-го года. Чого іншиха можна було чекати від савєтської влади, калі яна пасутності своїй була настроена на боротьбу з оправданим і уявленим ворогом. Дивно було б думати, що на визволінних територіях буде інакше. Музика 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 В основному це євреї. Музика Крупные операции по депортации польского населения начались с конца 1939 года. Уже в декабре месяца принимается решение и начинается готовилась первая крупная операция по выселению осадников и лесной страж. Последняя операция, крупная депортация была проведена в июне 1941 года. Не глядя на то, что межа Беларуси посунулась значительно на заход, сникла формальная межа посередине республики, протягула изновать. Жихару, сходне Беларуси, у заходне, утрапить было омальне макшема. Требы было иметь специальный тазу. И на дворот. Ястровый приклад, история вез от Ленин и Нова Ленин в Ушитковичском районе. Межа по межиме проходила по речицу службы. Их, и наших, и наших еще свободный ход не пускали, чтобы переходили переговоры. А просто таком, кто перейдет, там горос великий, кто перейдет таком, где поговорят, динозавтут еще, ну, не давали сходиться, чтобы ничего не рассказывали. А потом уже в 40-х годах пустили уже и кого упасть туда. После объединения, подел по межзаходне и усходне Беларуси застался истовать только у народа. И это тернулось не зи до 80-х годов, минулого 100-го года. Возь гэта не лоуная, а ледастаткова трывалая межа по межзаходне Беларуси и усходне, уговорцы людей, упаводзенных, у неких оценках. И она исновала. Наши децы, наши внуки не отшувают, что это подел исновал. Но мое поколение еще выховывалося над тем, что мы из заходней Беларуси, а нехта народился во всходне Беларуси. Стяган часу шлейф розностей, набытый за 18-х годов разъединения, зникау. Как худшей забыть гэтаи часы, была нават пропанова Панамарэнки заборонить уживание самих слов «заходняя Беларусь». С гэтой причины в БССР пасля Великой Айчынной войны не означали день уз'яднания Беларусов на державном узловне. Беларуси Наэпанал тезис, что мы уз'яднались в 1939-м годе. Я за все доставлю питание. Кто признал, окромя внутренненно направленность Советского Союза, это факт уз'яднания? Никто. Ни одна краина не признала. И только в 1945-м годе, коли ПССР была запрошена на установочий сход, коли створалася Организация Объединенных Наций и стала полноправным сябром Организация Объединенных Наций, От тады отбылась, че провели рису под уз'яднанием. Ни одна из краин Организация Объединенных Наций не выставила претензии территориальных теких иншек до Беларуси. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok